Сейчас не пропустите интервью новых итогов. Моя коллега Анна Лебедева поговорила с политиком Борисом Надеждином, который объявил о планах баллотироваться в президенты России. Борис Борисович, здравствуйте. Я благодарна за то, что вы нашли время для нашей программы. Я внимательно прочла текст, или как вы называете, манифест Надеждина, который объясняет причину вашего движения, вашей кандидатуры на пост президента Российской Федерации. Честно говоря, даже за меньшее люди имели проблемы с органами государственной власти. Вам можно, вы не под следствием. Объясните, пожалуйста, что происходит? Времена другие наступили, или вам просто включили пресловутый зеленый свет? Никакой зеленый свет я не получал. Всяком случае, мне про это ничего не известно. Раз уж вы привели такую аллегорию, красный свет, зеленый и так далее, я пока что сделал следующее. Я завел автомобиль, сел за руль и начал двигаться в направлении, которое обозначено в моем манифесте. Как я вообще дошел до этой жизни? В двух словах. Дело в том, что я профессиональный политик. Я участвую в выборах уже там несколько десятилетий. Первый раз я избрался в 90-м году еще при советской власти. И тогда я боролся, собственно, с монополией КПСС на власть. Сейчас я отчетливо понимаю, что Путин ведет страну в тупик. Он Россию в эту самую колею авторитаризма и милитаризации ведет Россию. Уже вошел во многом в эту колею. Из нее очень трудно выйти. Эта колея погубила и Российскую империю в 17-м году, и Советский Союз в 91-м. Я вот на это смотрю и понимаю, что этому нужно как-то противостоять. У меня реальная мотивация, знаете, кроме того, что за державу обидно, Россия столетиями пыталась стать европейской страной, развитой такой, цивилизованной. Сейчас нас куда-то туда в сторону средневекового феодализма заталкивают. Ближе к Китаю куда-то и так далее. Но самое главное, у меня, знаете, много детей, внуки, правнуки, надеюсь, будут. Я хочу, чтобы они жили в такой России, куда захотят вернуться или переехать свободные и образованные люди. Я хочу, чтобы у России было будущее, а не вот то самое прошлое, средневековый феодализм, да, и колеи авторитаризма, и милитаризация. Нет, это все очень хорошо. Но почему другим нельзя, а вам можно? Вы об этом говорите вслух. Скажите мне, а кто еще попробовал заявить о том, что он будет баллотироваться в президенты с такой повесткой? Да не обязательно баллотироваться. Люди даже боятся об этом говорить. Вы знаете, я не знаю, почему мне это до сих пор сходит рук. Вот сегодня третий или четвертый день, да, я, как видите, жив, на свободе и даже не на агент. Я не готов это обсуждать, почему вот действительно чистая правда. Люди страдают, получают там штрафы большие за буквально то же самое, написанное там в Фейсбуке. А я на весь мир сказал, и ничего, я не знаю, почему так получается, не знаю. Я только знаю одно. Я же не просто так, знаете, вот сидел там, ковырял в зубах, и дай-ка я пойду. Я очень долго думал об этом. Я, конечно, советовался своей семьей, да, потому что, ну, это серьезная история так вообще, да. И я понял, что мне было очень трудно, реально это было трудно, преодолеть страх в себе. И я подумал, что я все-таки несу огромную ответственность. Я несу огромную ответственность не только, между прочим, перед своими потомками, да, многочисленными, надеюсь, которым здесь жить. Я, как ни странно, несу ответственность перед своими предками, да. У меня там 300 лет, я знаю, свою там, дроводословную туда, в прошлое, да. Все жили в России, там, 150 лет православных священников, на секундочку, да. Протерий Успенского собора, Федор Надеждин, так сказать, это мой предок, там, прапрадед. И я понял, что надо преодолеть страх просто. А дальше пусть там, ну, решают, что делать с такими, как я. Вообще таких, как я, в стране много, которые думают, что Путин ведет страну в тупик. Я думаю, что их миллион. Да, но никто из них не говорит то, что вы говорите. Как раз речь идет об этом, что вам можно. Я, мне никто не разрешал. Я совершенно точно не ходил никаким начальникам. А вы не боитесь тогда в таком случае? И не говорил, а можно я скажу, что Путин ведет страну в тупик? Как вы все это вообще представляете? Мне вот сейчас, многие мне пишут, там, ну, шум я много надел, да. И действительно, многие люди, серьезные политологи пишут. Ну, конечно же, Надеждина согласовали. Конечно, это проект Кремля, это согласованный. Товарищи дорогие, как вы себе представляете? Вот приходит Надеждин стучится там в кабинет на старой площади. Слушайте, у меня есть отличная идея. Давайте я буду говорить, что Путин ведет страну в тупик. Давайте я буду критиковать специальную военную операцию. А вы мне поможете, вот зеленый свет дадите. Да, я еще пока не вижу никакого света. Борис Борисович, но вы можете не постучаться, но всем известно, это я эту тайну не открою, если скажу, что именно там, где вы говорите, в АП, куратор внутренней политики, человек, который будет отвечать за президентскую выбору Российской Федерации, Сергей Кириенко, ваш, ну, я не знаю, соратник, друг, вы с ним работали, у вас теплые отношения с ним, а почему не от него исходил? Давайте так, жизнь моя складывалась так, что я на «ты» со всеми кураторами внутренней политики России за последние 30 лет, начиная с Владислава Суркова, потом был Володин там в этом же кабинете, потом Сергей Кириенко, да, слушайте, я их всех неплохо знаю, они меня тоже хорошо знают. Еще раз, вот это все было очень давно, я работал с Кириенко, действительно, это было 25 лет назад. Ну, у вас сохранились хорошие отношения. Я еще много с кем работал, между прочим, я и с Володиным там рядом работал, и с Путиным, и с Медведевым там рядом с ними работал, что дальше-то? Это было 25 лет назад. Ну, это неплохой административный ресурс, на мой взгляд. И у меня не было никаких дискуссий ни с кем в Кремле, включая Сергея Кириенко, о выдвижении в президенты Российской Федерации. Ну, ладно, честно говоря, это было бы даже как-то некрасиво, если вы придете и скажете, да, я встретился там с кем-то, и мы обсудили. Все, закрываем первый вопрос. Поверьте мне, если я встречусь с кем-то, как вот там с Путиным, некоторые когда-то встречаются. Да, да, Явлинский встретился. Скрыть это абсолютно невозможно, это нельзя скрыть, да, это невозможно утаить. То есть вы хотите сказать, что вы не можете встретиться с Кириенко? У меня нет такой задачи абсолютно. Если бы я хотел с ним встретиться, я бы, наверное, встретился. У меня есть там телефон его помощников. Да, да, да. И там, ну, в этом случае, в смысле, в этом кейсе такого нет. Ну, в любом случае, Кремль уже отреагировал на ваше выдвижение, да, Дмитрий Сергеевич Песков юридически безупречен. Он сказал, что первый кандидат появится тогда, когда он будет зарегистрирован. Вы давно в политике, как вы сказали, больше 30 лет, и вы прекрасно понимаете, как устроена современная Россия. Не то слово. Да. Каковы ваши шансы вообще быть зарегистрированным? Можно я скажу ответ на более серьезный вопрос? Какие мои шансы стать президентом России? Ну, мы до этого дойдем. Для того, чтобы стать президентом, надо еще зарегистрироваться. Вот в чем проблема. Я напоминаю сам себе такого, знаете, вставшего в полный рост из окопа бойца, у которого такая винтовочка какая-то, или там граната за пазухой, такая небольшая, а у него впереди несколько окопов такой обороны, колючая проволока, вышки, на них там пулеметы на него нацелены, и ждут команды, стрелять, не стрелять. Несколько окопов, они есть. Первый окоп – это просто провести съезд партии, который меня выделит. Это уже проблема. Потому что огромное спасибо, во-первых, Андрею Нечаеву и партии «Гражданская инициатива», потому что это надо быть смелым человеком, чтобы поддержать Надеждина с его манифестом. Так, на секундочку. Огромное спасибо Андрею, который единомышленник мой уже там тоже не одно десятилетие. Следующий момент. Нужно собрать 100 тысяч подписей. Если бы их нужно было собрать только в Москве или в Долгопрудном, я бы их собрал, не вопрос. Я в 2011 году собрал 122 тысяч подписей в Подмосковье за список права и дела, который возглавлял тогда. Но их-то надо собрать не больше 2,5 тысяч в регионе. Математика показывает, что нужно хотя бы в 50 регионах собирать подписи. Ну да, 100 тысяч. В 50 регионах нужно иметь штабы, где будут люди, которых тоже не закроют, не зальют их, там канализация и свет не выключится. Это следующая линия. Дальше. Допустим, вы даже собрали 100 тысяч подписей. Я не сомневаюсь, что я их соберу, честно говоря. Вы их приносите в Центрозбирком. И там их начинают проверять. Честные, нечестные, графологи, там паспортные по базе. Я вам расскажу реальную историю, которая была совсем недавно. В Подмосковье были выборы местные. Кандидаты собирали подписи, их тоже мои товарищи. Давайте не будем уходить в подмосковные, сейчас президентские выборы. Только послушайте, это все одно и то же. Причем люди должны были собрать не 100 тысяч подписей, а вы будете смеяться, 30-35 подписей. Это просто вы обходите своих родственников и знакомых, точно собираете честные подписи, правильно? Ну как? Как обычно, да. Вы что думаете, хоть одного из них зарегистрировали? Ну, потому что в России своя специфика. У нас своя специфика. Поэтому, давайте... Во-первых, я считаю, что это мое личное мнение. Вы поняли мою проблему, да? Да, я понимаю. У меня такие линии обороны огромные. Эти окопы сложно пройти. И их сложно пройти. Но если имеете хороших друзей, на... Не-не, вы неправильно отвечаете. Вы неправильно говорите. 100 тысяч. Реально сегодня собрать? Вопрос прямой. Как вы думаете, реально ли вам собрать сегодня 100 тысяч? Значит, абсолютно реальная задача при одном условии. Если не начинают местные начальники в этих регионах применять репрессии в отношении вот этих активистов, которые будут собирать. Единственный ресурс, который у меня есть, знаете какой? Единственный ресурс. У меня нет никаких ресурсов, в смысле там за мной не стоят никакие крупные чиновники или олигархи. Нет. У меня один ресурс. Это говорить правду и убеждать людей, внимание, даже не в том, что нужно проголосовать за надежды, немножко в другом. Россия поражена синдромом выученной беспомощности. Десятки миллионов людей прекрасно понимают, что страна идет в тупик. Прекрасно понимают, что мы скатываемся в средневековье. Но они не понимают, как они могут на это повлиять. Поэтому они живут своей жизнью, стараются не высовываться и так далее. Мой главный ресурс – это если я покажу им какой-то способ действия, какое-то условно светлое будущее, опишу, куда надо идти, и своим примером покажу, что это можно. Знаете, а что, можно было? А что, можно было? Вот это вот главное. И если миллионы людей поверят мне, если я буду достаточно убедителен, начну что-то реально делать, вот на следующей неделе начнут открываться штабы, посмотрим, как что будет происходить. Мой единственный ресурс – это то, что огромное количество людей мне поверят. И я вот пытаюсь это сделать. Андрей Викторович Гурулев, таких как вы, называет, это гниль, их нужно либо изолировать, а если не изолировать, то их нужно уничтожить. Как вы ему ответите? Вот таких как вы… А вы знаете, то, что произнес господин Гурулев, является составом преступления. Это призывы к чему, простите, призывы к убийству граждан России, ну, генерально просто. Но вы ему такие, что вы ему ответите? Вот вы идете в президенты страны, что вы ответите депутаты Государственной Думы, действующие депутаты? Господи, напрашивает, помните такую поговорку, что у трезвого на уме? Да, да. То есть вы считаете… Примерно, я думаю, это явление этого порядка, да. Да. Оппозиция российская сейчас за границей. Почему? С чего вы взяли-то? В основном, в основном там они находятся. Можно я вас перебью на секунду? Я уж прошу прощения. Вот это удивительная история. Конечно, много уехало. Уехали сотни тысяч, сотни тысяч граждан России уехали. По последним данным где-то миллион даже. Ну, кто-то уехал, кто-то уже вернулся, там есть разные. Но это сотни тысяч людей. Но оппозиции к курсу Путина являются десятки миллионов людей, которые понимают, что он ведет страну в тупик. Что вот эта колея авторитаризма, вот эта колея милитаризации – это дежавю. Да и я же все это видел уже просто в Советской Союзе. Я видел, как рушился Советский Союз. Вот он ровно поэтому и развалился в итоге, да. И оппозицией Путина являются не какие-то уважаемые люди, известные, широко известные, везде, за границей и так далее. Оппозиция Путина – это люди, которые хотят, чтобы Россия была современной страной. Чтобы у нее было будущее, в котором можно будет ругать. Вот я буду президент Надеждин, да, и пусть меня ругают. Не проблема. Проблема же вот в чем. Проблема в том, что Путин, к сожалению, за четверть века своего правления последовательно уничтожал институты современного государства. Люди не просто так за тысячу лет развитие придумали, и вовсе не обязательно в Англии, да. У нас тоже новгородская вещь вообще-то была, да. Была судебная реформа Александра Второго, так, на секундочку, да. Люди не просто так придумали самостоятельный парламент, независимый суд, свободу слова, конкуренцию в политике и экономике. Путин все это так вот, вертикаль такая, все классно совершенно. Вот в чем беда-то. Так вот, людей, которые думают, что это тупиковый курс, их десятки миллионов. И все это, конечно, оппозиция. Даже если верить этому генералу, который вы сказали, который сказал, что 80% и остальные. 70% и 30%. Товарищ генерал, вы обозвали гнилью десятки миллионов людей. Совесть-то имеете уже в конце концов. Борис Борисович, я хотела у вас спросить, вот уже сколько дней, да, что манифест уже опубликован. У вас очень много друзей за границей. Я не буду эти фамилии называть, да, потому что у нас только плавших не хватит. Хотя бы кто-нибудь вам позвонил? Да. В поддержку. Очень многие. И внутри России кто-нибудь позвонил вам тоже в поддержку? Назовите какие-нибудь фамилии, которые на слухую, чтобы мы знали, кто вам. Например, вчера у меня был достаточно подробный разговор со Львом Пономаревым. Это правозащитник. Это человек еще, так сказать, другого поколения. Диссидент советский. Очень уважаемый человек. Вот он как раз за границей находится. И первоначально у него скепсис был большой. Он задавал такие же вопросы, как все задают. Но в конце разговора он обещал мне полную поддержку. Для меня это важно. Потому что это поколение вот Сахарова, да, это вот оттуда все. Это вот эти люди. Он мне в отцы годится. Он ровесник моего отца. Так вообще. Да, да. Мы знакомы с ним. Вот. Соответственно, вот это было важно. Важно, что поддерживают многие, видно, экономисты тоже. Но там есть один нюанс. При всем понимании, что я благодарен за моральную поддержку многим людям, да, я полностью, стопроцентно соблюдаю Конституцию, российские законы. По этой причине ни о какой там организационной или финансовой помощи из-за границы речи идти не может. Я в этом смысле действую предельно ясно. И поэтому всю поддержку имеется в виду организационную и финансовую я планирую получать от российских предпринимателей, российских граждан. И, кстати, я это постоянно делаю уже много лет. Вот в 21-м году были выборы в Государственной Думе, где я участвовал. Неплохо, кстати, выступил. Мне сейчас просят 1 или 2 процента. Я на секундочку получил второе место в округе, 20 процентов примерно. Сильно больше, чем кандидаты от коммунистов там и от других партий. Вот. Значит, соответственно, и мне тогда присылало большое количество людей деньги на счет избирательной. Причем суммы были от нескольких сотен рублей до нескольких миллионов. В этом смысле, значит, были люди, которые не боялись этого дела. То есть финансовых проблем у вас не будет тоже, вы рассчитываете? Можно я скажу? У меня на сегодняшний день, у меня большие финансовые проблемы, в том смысле, что у меня денег нет, чтобы провести компанию. Но я рассчитываю, во-первых, на то, что огромное количество людей будут работать в режиме волонтерства. Но понятно, что чтобы построить реальную структуру, 100 тысяч подписей, сборщики бесплатно ходить вряд ли будут. Особенно в таких регионах, где можете прилететь за это. Нужен бюджет определенный. Гражданская инициатива выдвинула в 2018 году Ксению Собчак. Она набрала 1,68% голосов. Вы на что рассчитываете? Сколько, если все пройдет нормально, зарегистрируют, пойдете на выборы? Какой процент вы рассчитываете? Намного больше, потому что... Ну сколько вы примерно хотя бы рассчитываете? Сколько вы получите? Не знаю. Я работаю над тем, чтобы получить... Я не люблю называть цифры, я вам так скажу. Вот смотрите, в стране уже существует примерно 20-30% людей, которые недовольны курсом Путина. У меня первая задача, чтобы они поверили в меня. Дальше. В стране существует гораздо больше людей, которые на сегодняшний день поддерживают Путина. Они поддерживают все его ключевые решения, включая специальную военную операцию. Моя задача попытаться объяснить этим людям или хотя бы части их, что дорогие товарищи, вот то, за что вы Путина поддерживаете уже много лет, у него высокий рейтинг. Это же за что... Ну, сегодня вышел рейтинг 77,7. Его поддерживают в первую очередь потому, что Путин обеспечил в России стабильность и безопасность. Это то, что было в начале его правления. Он действительно обеспечил стабильность и развитие, тем более в нулевые годы, да, и безопасность. И нужно как-то, чтобы люди осознали, что иллюзии стабильности и безопасности, к сожалению, с болью я это говорю, эти иллюзии рассеиваются. Я не отношусь к числу политиков, есть такие, которые говорят, чем в России хуже, пусть все грохнется, пусть тут будет кошмар ужасный, тем лучше. Нет, ребята, я тут живу, да, здесь живут мои дети там, да, я собираюсь тут жить. Конечно, собираюсь уезжать. Но, тем не менее, я убежден, что вот риски утраты, полной утраты стабильности и безопасности на том пути, на той колее, в которую влез Путин, авторитаризм и милитаризация, они огромные. И они уже вылезают. Да, что это у нас рубль какой-то сейчас там был 100, но сейчас там ЦБ из последних сил его прикрутил к 90, хотя это ненадолго еще видно. Что это у нас цены растут, да? Ну, слушайте, моя жена, она ходит там в пятерочку, в магнит, там иногда во вкус вил. Ну, мы же видим, что у нас в таком цене, я уж про лекарства не говорю, да? У меня родителям там сильно за 80 лет, и много лекарств надо покупать. Это просто, ну, у них пенсии. У них стоимость лекарств для них, она сопоставима с их пенсией, да? Я тоже этим занимаюсь. Я вижу, как цены растут. И это проблема, да? То есть, вот это ощущение, что что-то уже идет не так, оно уже разливается. Но Россия так устроена, что огромное число людей всегда поддерживает власть. Вот президент Путина, они за Путина. Завтра будет президент надежден, они будут за надежден. Вот. И вот моя задача этих людей как-то убедить, что вот будущее для них будет лучше, если президент будет надежден. Исходя из этого, будем ставить задачи по процентам. Понятно. Я хочу вам сказать, что это непростая задача. И сегодня идти на выборы президента – это очень большой риск. И то, что вы приняли этот вызов, вы проявили мужество, и это заслуживает уважения. Я хочу пожелать вам удачи. И смело идите. А дальше время покажет все. Спасибо огромное. Вот вам честно скажу, из всего чего… А мне много чего не хватает. Да, я уже говорил, не хватает денег, там, значит, там, какого-то преодоления этого синдрома, беспомощности. Много чего не хватает. Но, наверное, удача – это тоже очень важно. Большое вам спасибо. Удачи вам. Это был Борис Надеждин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...